Итак, сначала хотел бы еще раз представиться. Я диджей Криптон, Костя в миру, скажем так. Я как диджей работал уже с 99-го года, ездил по всей России, где-то там 50 с чем-то городов, там и Магадан, и Калининград, и все там, все-все-все. И также, что может быть для нашей сегодняшней беседы, будет любопытно, еще работал с 2001 года и до сих пор практически с нашими мейджор-лейблами, как в качестве и как составителя сборников, и мастеринга инженера, и в качестве там авторинг делал, и видео, разные видеоредакции, составлял видеосборники, аудиосборники и так далее. И также с 99-го года у нас была группа «Экипаж», которая записала несколько треков на тот момент и прекратила свое, к сожалению, существование. И сейчас мы возродили это мероприятие, и пытаемся что-то делать сейчас. И хочу с вами сегодня поделиться своими впечатлениями. Но говорить, конечно, не обо мне будем, а о том, как я вижу вот мое личное мнение, как человека, который, в принципе, с этим сталкивается, со всем нашим шоу-бизом, говорить о том, какое сейчас у нас замечательное время, на самом деле сейчас замечательное время, и о том, какие возможности это время замечательное сегодняшнее может дать для всех нас, то есть творческих людей, но без особых бюджетов. И что мы можем получить сейчас от этих возможностей, которые у нас есть. Мы должны быть просто счастливы, что у нас сейчас есть все. У нас есть видео, съемка, мы можем снимать клипы, мы можем писать песни, мы можем делать фотографии, мы можем там танцевать, рисовать, что угодно. Для этого у нас есть все, и обучающее видео, и есть программы, которые можно абсолютно бесплатно получить. И в чем принципиальная разница между тем, что было 50 лет назад, например, и тем, что есть сейчас. И 50, там 40, 30, 20 лет назад, даже 10. Раньше средства производства было у капитала, да? То есть вот на самом деле это так. Сейчас средства производства есть у нас уже. То есть если раньше для того, чтобы обычному артисту, обычному такому человеку без каких-либо там сверхъестественных возможностей что-то донести до конечного пользователя, то есть до слушателя в нашем случае, нужно было всегда прибегать к услугам посредников. То есть каких-то лейблов или каких-то компаний других. Будь то и так же телевидение, радио и различные масс-медиа тоже всегда стояли между нами и между конечным пользователем, конечным потребителем. Сейчас нам это не нужно вообще. То есть нам, у нас есть уже все, мы можем делать сами. Сейчас достаточно мощные машины, чтобы делать и видео, и музыку, и любой продукт, графику, любые там, не знаю, плакаты, флайеры, там, все что угодно. И в этом есть как раз преимущество того, что существует сейчас. То есть мы можем быть полностью независимы. Независимы ни от лейблов, независимы от государства, независимы ни от кого. То есть мы можем сидеть в Таиланде и писать, там, делать заказ, например, для человека, который сидит в Киеве, например, так. То есть это многие так и практикуют на самом деле сейчас. Вот. И что было с рэпом, да, раньше, ну, с любой музыкой. Раньше всегда рэп-артисты в 90-х, да, всегда, они должны были собирать много денег для того, чтобы записать песню, да. Всегда это было так, что минимум 100, там, 200 долларов, а обычно это 300-400 долларов стоила песня, да, это самые минимальные планки. И это было так сложно, поэтому всегда это было препятствие, да, для того, чтобы реализовывать. Я также хочу остановиться на том, почему не нужен сейчас лейбл нам. Вообще не нужен вообще. Абсолютно никакой лейбл. Потому что лейбл – это почти то же самое, что брать кредит в банке, да. Это то же самое абсолютно, только иногда это еще хуже, потому что лейбл, что он дает? Он дает просто вам возможность, дает деньги, да. Он вкладывает деньги в какие-то клипы, песни ваши, да. Но потом он берет не 40%, как банки, или 30%, а берет 70%, там, или 50%, или, ну, как договоритесь. Проблем нет, когда вы, в принципе, ничего особо не добились с этим лейблом, а часто они не предъявляют никаких счетов, и часто это все сходит на нет. Но проблема начинается, если у вас что-то получается, да, и тогда лейбл на вас сядет и не слезет, да, не слезет с вас пока что, не получится у вас очень-очень, очень-очень большие деньги. И почему еще и лейблы не нужны? Потому что сейчас нет продаж дисков вообще. Сейчас их нету. Я прекрасно знаю, какие есть цифры продаж даже топовых артистов, то есть там берем, например, те же Viagra, которые, в принципе, группа достаточно хорошо гастролирующая, да, берем, мы не берем рэп вообще, мы берем вот именно такой, даже более раскрученные проекты, у них нет продаж. Есть продажи в 5-6 артистов, там стабильные продажи большие, но у большинства нету. Правда, слушатели никогда не поедутся, и мы смотрели не это. Но, 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 ну да, вот это естественно. Поэтому лейблы не нужны. Что? Диск напечатать сейчас может каждый из вас за 500 долларов напечатать себе какой-то тираж, это не проблема совершенно, и раздать его друзьям. Но покупать это никто не будет. Довольно часто встречаюсь с такими людьми, рэп-артистами, которые хотят, ой, поговори там на лейблах, ой, мы нас выпустить, мы хотим выпуститься, мы хотим... Это не нужно, ничего, совершенно, это вообще не нужно. Это вообще, вообще, совершенно не нужно. Еще по поводу лейблов. Есть вот они, многие рэперы, многие артисты ведутся на волшебное слово пиар. Многие лейблы говорят, у вас будет пиар-агент, вами будут заниматься, вами будут, там, вы будете просто, там, у вас будут проплаченные статьи, вы будете прям вот, вот. Они так говорят. Но что на самом деле происходит? Происходит на самом деле то, что дают тебе, вот как вот происходит, например, на, вот это точно, на мейджор-лейблах дают одного пиар-менеджера на 5-6 проектов. И эта девочка, которая сидит в ICQ, да, и сидит в ВКонтакте целый день, ну что, она потратит на вас 2 часа времени в неделю. Все, это не нужно совершенно. Это вообще абсолютно не рабочая ситуация на данном этапе. Вот, поэтому пиар работает только тогда, если есть у вас свой, действительно, пиар-менеджер, который занимается только вашим проектом. Но это стоит вот 3 тысяч долларов примерно в месяц. В нашем ситуации это не нужно. Хороший пиар-менеджер с хорошей базой связей, с хорошими контактами на радио и на телевидении, который может что-то для вас сделать, он будет стоить очень дорого. Это абсолютно не выход. Это абсолютно сейчас не нужно. И вот из этой ситуации прекрасной, как я вижу, есть два пути, да, которые сейчас существуют. Это либо вы пишете песню, просто пишете, и вдруг какая-то песня оказывается вот настолько гениальной, что она пошла. Пошло по трубам, да, что называется. Пошло, 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 и пошло в массы, да. Пошло прямо. И вот массы это подхватили, а вы записали в Дайгонку еще там несколько песен, и вот оно все и как бы случилось, да. У вас пошли концерты, гастроли и так далее. Та-дам-та-дам, да. Но на этот путь рассчитывать совершенно невозможно, потому что это очень непредсказуемо, и на это никогда нельзя рассчитывать. Ни в каком деле, ни в каком, ни в дизайне, ни в чем. Это дело случая. Это, да, это дело случая, а на случай никогда нельзя рассчитывать. И в чем сейчас еще проблема? В том, что раньше, когда был компьютер с саундкартой у одного из ста человек, да, с хорошей картой, где можно было симплировать, сейчас это есть у всех. За 300 долларов можно нетбук какой-нибудь купить, и на нем уже, даже на нем можно делать что-то. И это создает проблему такую, что мы все теперь не такие особенные, как раньше. Мы все совсем не такие особенные. Если в 2006 году на этот хип-хоп батл там было 6 тысяч заявок, уже в 2006 году 6 тысяч заявок. Это значит, что мы все совершенно не такие особенные. Отсюда, значит, выход, вот как я сказал, первый, это делать либо что-то гениальное, что мы не можем просчитать так, да, то есть мы не можем так сказать. Либо это просто делать, делать и делать ежедневный труд, огромный большой труд ежедневный, чтобы, соответственно, что-то получилось. Сейчас я попробую подробнее об этом сказать. И что остается до сих пор ценно, это естественно, если вы делаете какой-то продукт, который у вас требуется. Это понятно, это логически, да? Тут возникает следующий вопрос. Как сделать такой продукт? Если мы не можем просто вот сесть и написать. Нужна ежедневная работа. Как мы с этим справляемся, да? Вот мы, у нас есть там группа сейчас, да? Мы, как мы, какую модель поведения, какую модель во всем, что сейчас происходит, мы выбрали для себя. Мы выбрали такую модель, что мы каждый день, каждый день по чуть-чуть что-то делаем, да? Только так. Иначе это никак не получится, ничего не получится. Только если каждый день целенаправленно. Брать себе маленькие задачи, как-то распределить эти задачи по времени, но это важно делать каждый день. И еще самая важная вещь, успех этой вот методики делать каждый день, это успех, это ставить себе дедлайны. Вот это для нас работает, ставить себе дедлайны самим. Это иногда сложно, да? Потому что, а ради чего, ради почему это так? Дедлайн. Дедлайн это конечная точка, то есть как бы вот... Я закончу этот проект в воскресенье. Вот я в понедельник говоришь, я закончу песню в воскресенье. И воскресенье, когда пришло воскресенье, ты его публикуешь в таком виде, какая она есть. Это тебя стимулирует, очень стимулирует сделать так. И ты никогда не ломаешь эти дедлайны, никогда не отходишь от этого условия, не переносишь. Вот в этом есть секрет нашей методики, то, что мы хотим сейчас реализовывать. Потому что ведь у каждого из вас есть любимый артист, любимые какие-то артисты, на которых вы хотите равняться, как у меня, как у всех людей в этом бизнесе. И когда вы делаете что-то, сначала у вас есть огромная пропасть между вами, вы смотрите на то, что вы делали, и то, что есть ваш кумир. И вы смотрите на это и говорите, ооо, иногда это у всех бывает, что ой, ну нет, у меня не так это получается. У всех бывают такие минуты, когда вы думаете, блин, ну как же так, я же делаю, и все равно не так. Я делаю уже год, я делаю два, я делаю три. Но это не то, что я хочу. Ну не так получается, не так звучит, не такой текст, не такая техника. Но в этом есть тоже тема такая, что пока что не пройдешь через это, не пройдешь год, два, три, четыре, пять, там и так далее, ничего не будет. То есть вы никогда не приблизитесь. И большинство людей почему-то, большинство людей, они сворачивают. То есть они вот начали этот путь, делают, делают, у них не получается, и они тормозят. Если в 90-х это было нормально, когда группа записала две песни, и она с этими двумя песнями едет уже по всем площадкам, да, и в принципе многие на этом остановились. То есть сейчас это абсолютно не работает, никому это не надо совершенно. Поэтому тут только есть выход такой, что делать, 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 каждый день ставить себе новые задачи. Например, вот для фотографов это пошел, снял что-то, выбрал одну фотографию, обработал, выложил. Каждый день. Пошел, снял. Для музыкантов это так, вот я сделал сегодня какой-то бит, там, да, забил какую-то хрень. Пусть это будет говно, пусть это будет ерунда, да, но на следующий день, у меня есть еще вся неделя, я на следующий день сделаю еще, на следующий день еще, еще. Один в неделю получится хорошо. На следующей неделе получится два хорошо. Разница между теми, кто делает круто и делает постоянно, ну, большую часть работ круто, и теми, кто делает не так часто, да, круто, только в том, какое количество действий они совершают, да, то есть, допустим, человек в фотошопе может обработать фотографии один за 15 действий, а другому понадобится 1000 действий. Но это только все, только вопрос практики, да, и все. То есть, тут никаких нет абсолютно секретов в этом. И еще секрет дедлайна в чем? Секрет вот этих дат, да, в чем? В том, что креативная работа, которой мы все занимаемся, она не имеет правильного ответа. То есть, нету правильного, нету правильного и нету неправильного. И только вот этот дедлайн может поставить точку, сказать, все, я сделал, я сделал, да, все, я сделал следующее, я сделал следующее, я сделал следующее. Каждую неделю, каждый месяц, там, каждый, какой-то период времени. Если это клип, можно месяц поставить себе, Или если это песня, можно неделю себе поставить. Вот как идет, так и идет. Я сам над одним треком один раз сидел где-то месяцев несколько. Просто несколько месяцев как идиот сидел там каждый раз, мне что-то не нравилось в этом. Но это не выход совершенно, и все равно это не получилось. И он пошел в никуда. И еще вот этот дедлайн и возможность публиковать сразу после него, это хорошее лекарство от того, чтобы положить ваш трек в папочку от неуверенности и забыть про него. Сказать, ой, а что скажут, а может быть это какая-то хрень. Ну и что, это круто, что это хрень. Дальше будет еще другая хрень, дальше другая хрень. Это круто, но это реально круто, потому что только когда вы получаете... Вы показали друзьям, они сказали, круто. Но друзьям это одно, но когда вы публикуете, это совсем другое. Понятно, что уровень у нас культуры, уровень вкуса, это наших слушателей, он может быть разный, но это только единственный способ себя заставить. И эти дедлайны – это мотивация. Всегда мотивация делать дальше, делать больше, делать больше, делать больше. И есть такая фраза, что дедлайны – это двигатель большего. Всегда, в любой творческой работе, где никто над тобой не стоит и говорит, надо это, надо это. Слушай, Кирилл, можно маленький визу, что перебил? Да, да, да. Мой вопросик. Вот, допустим, если ты затеял, ну, у тебя, предположим, есть урок уже готовый, да? Да. Ты затеял написать, записать, свести, атмосференгировать и выложить трек. Какой ты себе дедлайк во время не ставишь? Ну, для трека это обычно неделя, да, для трека неделя. Чтобы без пешки... Даже и текст написать тоже, то есть? Естественно, естественно. То есть приблизительно два дня на текст? Ну, плюс-минус там, когда как получается. Иногда за день получается большая часть работы. А иногда ты можешь сидеть там всю неделю, а в последний день сделать, потому что ты знаешь, что это у тебя последний день, да, все. И ты это выкинешь, и все. Ну, пока что у нас так, что большую часть сейчас я времени трачу на видео, именно видео, видео, видео. Еще сейчас какая проблема, то, что слушатели, он не слушает музыку как таковую, ему нахер не нужна эта музыка как таковая, потому что музыки море, и ему надо разжевать и положить в ротик. И что сейчас более ценно, чего сейчас меньше, это только видео. Только видео, причем видео не просто, где человек стоит на улице и говорит, да, я там, да, 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 вот я покурил травку, вот я пошел трахнул там кого-то, вот я такой, я такой крутой. Ну, это делают большинство почему-то из молодого поколения нашего. К сожалению, это не работает, и это не будет оригинально. То есть, это есть такой принцип пурпурной коровы, знаете, из такой я сейчас объясню. В одной книжке написано, товарищ, который приехал в первый раз во Францию из Америки, он никогда не видел коров, которые пасутся на луге около аэропорта. Он ехал из аэропорта и говорил, о, как круто, корова, корова, и он такой, ну, красиво, потому что луга, там, все так красиво. И он говорит, а через три часа это было обычно, и чтобы меня удивить, это нужно быть какая-то пурпурная корова, которую я увижу, и она будет, ну, типа, что-то необычное. То же самое с клипами, которые сейчас клипы, которые сейчас на улице снимать, нужна какая-то фишка. Она может быть не работать, но если это не делать, ничего не будет работать, да, то есть... Вы, конечно, и позволите заметить, то, что вы придумали, то, что в коляске там привезли, вообще, пускай, потом, да, то, что это, конечно, выяснили, и ты там с целями, вот это... Да, у меня в гараже. Это действительно бурпурная корова. Ну да, и делать что-то оригинальное, интересное. Даже не бойтесь никогда копировать так же, да, то есть копировать каких-то вещей, которые были в 90-х годах, это все равно не получится так же. Получится что-то свое. Например, есть клипы, где там, ну, тупо какой-нибудь человек там снимается через зеркало как-то или еще как-то. И это не требует денег, не нужны деньги вообще. У нас себестоимость клипов вот этих вот, даже, которые с графикой, максимальная себестоимость 5000 рублей, которые в основном ушли на оплату бензина себе, да, и там, ну, может быть, другу там, да, кто помог еще со второй машиной. И оплату питания всей съемочной группы, оплату там, не знаю, каких-то вот транспортных и арендных каких-то расходов. Все. Сами понимаете, это не так сложно. Там, 5-6 тысяч рублей. Ну, конечно, если там реквизит какой-то нужен подороже, ну, можно купить там, ну, десятка это просто, можно вложиться. Запросто. То есть нужна идея. Вот элементарно как-то люди там встали в виде мотоцикла, например, ролик есть, уже интересно смотреть. Там не нужно ничего вообще. Ну, люди встали там какой-то как мотоцикл, там один как колесо переедет, другой, вот, да. А, да, мы приехали на этом. Да, это уже как-то, это уже выглядит, это ничего не стоит, но, например, это выглядит уже как-то любопытно, по крайней мере, глаз как-то цепляет. Еще, вот, когда вы копируете что-то, да, например, какой-то продукт, какой-то там клип или какой-то песню, всегда спрашиваете не как он сделал это, не как он сделал вот так, что звучит тарелочка вот тут вот так вот, да, или там малый барабан звучит там вот так, или там база звучит. А почему он так сделал? Потому что есть определенные, ну, как вот, как в любом деле в музыке, да, и в нашем видео, там, музыке, есть определенный базовый пакет знаний, да, базовый пакет знаний, например, сальфеджио там или еще что-то. И в дизайне это теория цвета, в дизайне это теория шрифта, да, в музыке это вот какой-то музыкальная грамота. Если вы будете чуть-чуть это лучше знать, да, то у вас даже с чистого листа, открыв программу какую-нибудь Cubase или Logic, у вас уже, вы сделали первый аккорд, вы уже будете знать, что к нему подходит лучше, да, или что, как по темпу лучше сделать. Опять же, все, ну, с практикой, это у нас так всегда работает. С видео то же самое. Первый раз, когда я это открыл, я, ага, я не знаю, что это, я не знаю, что это такое, как с этим работать. Сел, обосрался, все, там, и закрыл. Но надо через это, ну, реально же так, это пугающая картинка, чистый лист программы, она пугает, реально, она, она действительно пугает. Когда у тебя ничего нет, ты должен из ничего сделать что-то. Ну, надо просто через это, так, хорошо, первый аккорд сыграл, хорошо, там, и вот, и в этом очень сильно мотивируют дедлайны, они позволяют многому научиться, да, проанализировать. И по поводу удовольствия, да, вот все говорят, что это должно приносить удовольствие, это ради веселья, да, делается. Для меня это так, что удовольствие это первый день и последние пару дней работы, остальное это сраная тяжелая работа, когда иногда ты это ненавидишь. Рутина, да, потому что когда ты режешь какие-то там кусочки, это тяжелый труд. Но без этого ничего не будет. Если вы хотите просто сделать ради веселья, ну, записали трек и все, он никуда, ну, не, он может быть крутым, никто не говорит, но это не будет как поток, это не будет как процесс. Никогда это не будет как процесс, потому что всегда будет кто-то еще, всегда будет кто-то лучше. И вот это вот расстояние между вами и вашим кумиром, да, вы вот чуть-чуть двигаетесь к этому кумиру, да, чуть-чуть посредством ежедневного тяжелого труда, но всегда будет кто-то лучше. И вот самый мой вот этот концепт, что вот эти сроки, они мотивируют продвигаться, продвигаться по этому мостику над пропастью между вами и вашим вот идеалом того, ну, как там, фильм, песня, клип, любое что-то такое. Вот, пять процентов для меня удовольствие, остальное это тяжелый труд. Для меня так. То есть ты сочинил эту песню, да, думаешь, о, круто, сейчас там, да, но когда ты ее уже делаешь, тебе уже другие мысли, уже, ой, надо следующее, уже что-то следующее, 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 следующее. Ну, есть же такое у всех, то есть когда ты сочинил текст или пишешь музыку, это уже ты иногда это ненавидишь, или иногда просто ступор входишь, да, а что дальше? Как дальше? Есть тысяча дорог сейчас, да, куда я могу пойти, как я там могу свести, или как я могу сделать этот бас там тише, или это громче, или что-то такое. То есть, ну, вот такая ситуация, надо просто делать и дедлайн оставить. И для чего, еще вот момент, который я хотел сказать, многие спрашивают, а для чего ты это делаешь, нахера тебе это надо вообще? И зачем? Я для себя это так вывел, да, что я это делаю для того, чтобы, вот как бы это банально не звучало, чтобы сделать кому-то лучше. Правда? Для меня это так. То есть, если моя песня, которая, как мотивация, да, если моя песня понравилась десяти людям, я уже счастлив, я уже, если она нравится хоть одна моя песня десяти людям, я жизнь прожил не зря, а уже. То есть, это значит, что если кто-то ее слушает, и она действительно кому-то нравится, то ты живешь у них в сердце, у них, ты живешь уже у них, ты, даже если тебя не будет, ты будешь жить дальше. Вот это вот, это очень важный принципиальный для меня момент, почему я этим занимаюсь, как причина, да, как таковая причина. И также очень принципиальная еще вещь для меня, что мы с моими коллегами, скажем так, вывели за последнее время, то, что ни в коем случае нельзя останавливаться, допустим, сделал два-три года, и там какой-то перерыв, у нас была огромная ошибка. Перерывы нельзя, потому что за то время, когда вы делаете 5, 6, 10 лет, у вас уже вырастет то поколение, те люди, которые вырастут на ваших песнях. Это будет 10, 15, 20, может быть, 100 тысяч человек, но они будут вам благодарны всю жизнь за тем, правда, за те моменты, которые они пережили с вашими песнями. И когда они будут расти, а у вас что-то еще будет дальше, это огромный, этот электорат, он вам еще тысячу раз пригодится, и вам от этого будет приятно. Вот в этом фишка, что надо делать больше, 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 больше. И вот эти неудачи, которые, конечно, будут каждый год, каждый месяц, они будут, естественно, но они никогда не должны быть поводом для того, чтобы останавливаться и как-то тормозить. Вот такая история, примерно вот так вот я что хотел сказать. Если есть вопросы, я с удовольствием на все вопросы отвечу, технические, любые, там, по отношению к лейблам, по отношению к каким-то мастерингам, что-то еще, авторинге, что угодно. У меня есть вопрос, с кем бы хотелось поработать, ну, из русских партизеров и на рубежах? Ну, из русских партизеров и на рубежах? Это, наверное, сугубо технического характера. Да, 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 конечно. Вопрос такой, вот смотри, есть, допустим, акапелла такой, конечно. Она, допустим, прописана в хороший микрофон, через хороший предусилитель и даже, предположим, пропущена через ламповый компресс. Да. Вот она у тебя лежит голая акапелла. Да. Помимо того, что, и также минус идет строчка, допустим, даже не разобранная, а уже все так и закуплено. Да, да, минус, и у тебя акапелла, все. А акапелла, допустим, ты, у тебя как вот такой ревербератор делает, железка или ты, это программа? Нет, все программы. Программа, да, 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 говорю. Вот, смотри, накрутил ревербератор, положил ты, вот, делай это, допустим. Вот постпродакшен, как у меня еще есть электронный такой компрессор, кей-кей, что-то там, кей-рбан или что-то. Кей-рбан или что-то. Кей-рбан или один, там, он называется. Крутилочки, вот как еще и дополнительно обжимает. И еще один эквалайзер, эфью мастер какой-то, который еще дотягивает ее. Вообще, вот, люди, которые работают с оборудованием, железяками, да, они плюются от этого, то есть, типа, не надо трогать, то есть, эти все дополнительные какие-то мулечки, компрессники, какие-то эквалайзеры, они типа засирают, как они говорят, засирают акапеллу саму, то есть. Но, они, может быть, ее и по качеству засирают, но относительно минуса, они из нее выдавливают именно ее сок. Вот, как ты, ну, вообще, как ты работаешь? Мое вообще мнение, мое мнение, как нравится, так и круто. Вот это мое личное мнение, потому что я тысячу раз был на студиях на разных действиях. Есть много-много людей, которые, у них разные мнения. Кто-то говорит, надо вешать целый, целый, там, рэк железок на звук. Кто-то говорит, нет, я все делаю в компьютере. Нету правильного ответа. Кто эти люди, кто сидят на студиях и говорят так правильно? Нету правильного ответа, есть то, что тебе нравится, вот как... Вот, ты в компьютере накручиваешь. Конечно. Хорошо, а что у тебя из железа тогда вообще? У меня просто обычный компрессор, который тот самый... Микрофон, компрессор, все есть. Микрофон, да, микрофон вообще китайский NEDE называется, NEDE за 500 долларов. Нет, у него писали без слушания. Мы все писали у меня дома. Саундкарта у меня M-Audio Firewire 410, обычная, абсолютно. То есть вообще без каких-либо накрутов, без каких-либо наворотов. Сейчас я доволен тем, что я имею. Будут деньги, будут возможности, куплю что-то еще. Но... Но накручиваешь ты в компьютере, да? Целиком, все, целиком. Сто процентов в компьютере. А много ли ты кладешь, обратно, из денег, пожалуйста? Да, конечно. Много ли ты, самое... Может свой список, что ты с акапеллой? Ну как ты накручешь акапеллой? Да, ставлю Waves, да, Waves. В Waves какие там? В, конечно, там или AirVox ставлю, вот это есть такой AirVox, там компрессор, да? Прям компрессор. Либо пользуюсь вообще пресетом Logic, а там есть там типа какой-то... Mail, Waves. Да, да. А, репер ВК мне очень нравится. Вот, 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 прям тупо ставлю вот эту херню. Подкручиваю ее чуть-чуть под конкретику. И вот чуть-чуть подкрутил, там чуть-чуть поменьше компрессии сделал. Или на Send послал ее, да? Допустим, на, ну, на бас, на какой-нибудь послал Send и чуть-чуть подкрутил, там, процентов 40, там, 50. И все, как бы это не проблема. Или пресетами, или просто каким-нибудь лимитером, пользуясь, да, L1, это там, L3. Но он же вешается на общий мастер, правильно? Можно, можно, можно вешать. Какая разница, как звучит так? Нету правильного ответа. Я изучал, да, там, что там можно, что нельзя. Иногда это да, это, естественно, есть правила, которые работают. Чем больше вы их знаете, тем лучше. Но если это так звучит, как вам нравится, уже, да, без этих каких-то, да их хрен с ним. И так и звучит, и все. То это нормально. С опытом, конечно, будет потом улучшение, там, будете знать что-то больше, всегда будет лучше. Просто люди профессионально к этому так не притираются. Они же не будут смотреть на отпуск. Никого нет профессионального слушания. Не, 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 тут не принципиально, потому что все равно нам доктора Дре дома не сделаешь. Ну, ну, не сделаешь ты доктора Дре дома. Да и не сделаешь ты на студии. Чтобы сделать доктора Дре, это я знаю. Есть студии, они стоят там по 5000 евро песни, ребята. По 5000 евро песни, тогда вам сделают звук, да, крутой звук. Будет как там Алсу какой-нибудь звучать. Там у них крутой звук, реально там, да. Да, Антидемирос, ну что, Нежный Груб. А, не, Богдан Титемирос, ну не, ну там накручивают, там они накручивают, там круто. Не, 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 конечно, саунд, все это здорово, это круто. Ну, мы говорим не про саунд как таковой, а при том, что, про то, что нельзя, надо идти вперед. Если есть возможность сделать такой саунд, это очень круто. Но если нет, это не экскьюз, не отговорка для того, чтобы не делать. Да? То есть вот это самое важное. У нас была, сейчас секундочку, у нас была огромная проблема в 90-х годах, когда мы думали, только на студии мы можем это так сделать, только на студии, только нужна студия, где есть там куча наших обработок, которые мы там себе в уме выдумали и прочитали на сайтах, какие нужны обработочки. Вот если там есть, а если нет, у нас уже получится не так, вот звучать будет уже. Конечно, звучало все хреново даже на студии, где был этот трек обработок, потому что не было никакого ни опыта, ни понимания, ничего. Даже за 500 долларов звучало все, ну, дерьмо было по звуку, да? Вот, я спросить хотел, а вот, допустим, вот пиар-альбомов, как вот он? Пиар-альбомов, о, пиар-альбомов, это все, в принципе, понятно. Нет, ну, в домашнюю кустарнюю 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 кустарнюю. Конечно, пиар-альбомы, это интернет, то есть форумы, максимальное количество сайтов, есть куча сайтов, которые занимаются пиратством, да, пират, там, варизом, там, чем угодно. Делать просто рассылку, пытаться подписаться как издатель на какие-то сайты. Куча сайтов есть, которые занимаются У них есть огромное посещение Кроме обычных способов Как торренты, хип-хоп.ру и рэп.ру Еще какие-то есть обычные Способы, кроме этих есть еще куча всяких Сайтов, которые, если им понравится Один раз, они уже сами будут у тебя Подсасывать все это, потому что, ну, когда где-то вышел Если на рэп.ру, например, у нас там Клип повесили, через день это 50 Сайтов уже Они потому что берут себе с рэп.ру и все 50 сайтов уже висит, то есть там просмотров Например, той же Бестелочи, там 100 тысяч штук 100 тысяч просмотров, там 100 с чем-то Тысяч, да, например, это просто повесили Там на рэп.ру где-то там, да Естественно, вот какие-то вещи Они не пойдут, вот как-то не крути Ну все, ну жопа вообще Ну вот у нас, например, один там клип какой-то там, второй Вот который такой, как все Там, ну не пошел клип, ну не пошел Не пошел, ну жопа, все, да, ну он не пошел Ну и что? Ну и сделай следующий Сделай еще Я тоже такой, я с ним сидел полтора месяца С утра до вечера каждый день С этим клипом, потому что я там рисовал какие-то космические корабли У меня там летают, еще какая-то хрень Ну интересно было, любопытно, а он не пошел никуда Ну и что мне теперь, сидите Сопли пускать там Есть, есть, все готовы, меня я принес Если что, у меня есть Я вот не такой, как сесть, ребят, вы не видели это клип? Я увидел это вообще что-то Я проснул, не видел Да, 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 не, он ничего там такого Сверхъестественного, просто для домашних условий Это довольно сложно было там все Утро коллектива А, это Белорел Да, 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 ну это про это Просто знакомые Да, мы просто взяли скорость Скорпу Скорпу Взяли и сделали такой кавер Маленький Это Белорел, но он уже сейчас не там Вот мне еще тот такой вопрос Кто у вас в коллективе занимается инструментальной частью? В какой программе или в программах? Да, да, конечно Кто работает и привлекает или для пищи цифровые инструменты? Значит смотри Первое, кто занимается инструментальной частью Делается все у меня дома, да? Сводится у Лобанова на студии Там, ну есть такой павиан, да Это легенда хип-хопа, да Вот, и, ну конечно Он же всех писал С наших пионеров, можно сказать Какие программы? Лоджик, Лоджик Про И, ну еще, естественно, куча разных там плагинов Ну просто пробуем, да Какой-то плагин понравился, хорошо Да даже в том же Лоджике Уже Уже в этом Лоджике Есть дохрена этих синтюков Которые уже там все Да, да, очень хорошие И причем есть огромное количество обучающего видео Например, на торрентах можно скачать Соник Академи Есть очень хороший курс Соник Академи Называется Очень крутые уроки У них прям расписано То есть, как примерно строить аранжировку Для какого стиля Какие инструменты оптимальны Ну, естественно, это все на опыте Все понятно Для видео пользуюсь программой Файнал Кат и Афтерфекс Еще Cinema 4D Все можно найти Все целиком Подскажи, пожалуйста, еще раз Как вы делаете обучающие названия? Можно доски Да, да, да Соник Академи называется Так видно или больше? Да, да Программа называется Ну, соответственно, Logic Pro Они хорошие Есть также просто Если вы пробьете там На Root Tracker, да Самый главный наш ресурс Реклама такая Root Tracker Ну, действительно, самый главный на данный момент Root Tracker.org Там можно пробить по поиску в Logic Pro И там куча обучающего видео Реально хорошие Там, например, есть очень хорошее видео Как сводить R&B трек Той же Соник Академи У них есть еще Большие курсы По Как делать какие-то там Трансы и хаосы Именно большие курсы Не то, что там час-два А именно Большие-большие курсы И очень крутые Как сводить там Хаосмикс Это же не важно, в принципе Хаос, не хаос Очень много можно оттуда почерпнуть Вот Также Есть очень хороший журнал Future Music Magazine Английский Future Music Magazine У них каждый месяц Сейчас Future Music У них Тоже есть Это есть все Вот там Да Вот там Все есть На Рутрекер Фьючер Мюзик Почему его нужно качать Там есть DVD У них каждый месяц Выходит DVD И на этом DVD Как вот Саша Мэтт Который у вас вчера был Он снимает Хип-хоп в России От первого лица С рэперами нашими А там люди снимают Хип-хоп Не хип-хоп А что-то там От первого лица Музыка от первого лица С продюсерами Саунд-продюсерами На их студиях И каждый из этих Саунд-продюсеров Крутых Английских Рассказывает Какие инструменты Он использует И рассказывает Какие программы Он использует И иногда Например На примере Benassi Brothers А эти ребята Они просто взяли с нуля И захерачили песню До конца Прямо с нуля В лоджике Прямо сели Камера включена И все Поехали И трек сделали Пожалуйста Очень любопытное видео Которое обязательно Стоит посмотреть Я молчу Естественно Про саунд-библиотеки Которых на том же Рутрекере полно А еще Очень важный сайт Аудио Аудио Ньюс А вот Аудио Ньюс Точка Ру По-моему Аудио Ньюс Это Специальный трекер Посвященный музыкальному софту Там есть все Там есть обучающее видео Там есть Все плагины Которые вообще Только можно там придумать Причем и старые Что очень круто Что там есть реально старые плагины Которые иногда Очень круто работают Которые Которые мы уже привыкли С конца 90-х Что тут важно На этом сайте То что Там закрыта регистрация Открыта один день в месяц И там надо держать рейтинг Конечно Немножко как бы не по теме Вот По поводу Ну заработка Вот как бы Вы только этим Живете или нет? Нет Значит заработок Естественно Можно на этом Да Да Можно естественно На этом жить можно Конечно Но для этого надо Только этим заниматься Каждый день с утра до ночи Да Я за последние годы Зарабатывал в качестве диджея Тоже довольно Большую часть Своих Доходов Да Большую часть В качестве Так же как Мастеринг Там инженер Делал мастеринги Для там Студия Лейблов каких-то Да Делал там сборники Какие-то Делал еще Какие-то видеоработы Делал большие Видеоинсталляции Для больших залов Там прям вот Когда артист выступает Сзади там экраны Под каждую Песню там Свой видеоряд Вообще с музыки Сейчас на данный момент С рэпа Вот нашего Не идет ничего Пока что Но Это все будет Это все будет исправляться Естественно Потому что Мы же начали Только когда выпускать Вот в прошлом летом Почти И я просто Ну я физически Не могу делать Прям клип Каждую там Каждую неделю Каждый месяц Тоже очень трудно Потому что Надо еще Кроме клипа Делать еще Свои проекты Какие-то Которые нельзя Забрасывать Никак А что еще Такие проекты Помянут Я сейчас делаю Обучающие видео Курс обучающих видео По разным программам Там пытаюсь Делать начать Да на сайте Я раздам вам Сайт Я раздам Да Сейчас я раздам Сайт Слушай Ты можешь быть Тем самым Звеном Офигенным От этих Всех Сделай пожалуйста Свои Свои видео Будет здорово То есть Творчество Для тебя Как бы Это Не основной Цель Сделать Основным доходом Это возможно Слушай А для видео Какое бы ты писать Вот ты именно Нашел просто Оптимальную для себя Программу А вот Пинокл Вообще не подходит Нет 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 Вообще нет Premiere Pro Она самая Оптимальная Для Соответственно Для большинства Людей Я пользуюсь Final Cut Но это На маке Да Adobe Конечно Adobe Premiere Pro Но это именно Для монтажа Это не для эффектов Для эффектов After Effects Это идеально У него Огромная База обучающая Огромная Этот VideoCopilot Крамер Крамер Креатив Као Еще куча Куча Для эффектов Сейчас After Effects After Effects After Effects Значит они В одном пакете Единственное Учтите Что новый CS5 Это пакет Все Называется Creative Suite CS5 Соответственно Это Один пакет Одно и другое В одном пакете Да Он доступен Он строит С трекера Отсюда его сняли Потому что За пиратство Он сейчас доступен На Pirate Bay Ну соответственно Монтируете образ Как обычно делается И вперед Из песни Вы уже Вызвали 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 Уже Все Учитывайте То что Вот этот Creative Suite 5 Он ставится На 64 Разрядную Систему То есть Если будете Ставить на 32-битную Там Не будет Там крестики То есть Ты не поставишь Не поставите Вы не Не After Effects Не Premiere А вообще Ребята Скачиваем Пробную Версию Сайта Adobe.com Я делаю Только так Я скачиваю 30-дневную Потом Ставлю на друга Компьютер 30-дневную И все Вы не подумайте Плагины Я все скачиваю Пробные Сейчас Есть возможность Как бы Ну Всякие Сборки Ставить Типа Макинтош Да Да Это очень 100% 100% Только Двумя руками За Это будут Танцы с бубнами В течение Недели Вокруг Компьютера Но это Стоит того А программы Стабильно Идеально Идеально Ребята Это просто Огромный выход Который сейчас Лучше Я думаю Все равно Тогда уже Собрать Железо Чтобы Оригинально Ставлю Инсейнли Мак Есть Сайт На этом сайте Есть огромный форум Огромная база людей Которые Этим занимаются И так же Там есть ссылка На сайт Вот сейчас Я не могу точно сказать Типа Википедия Где расписано По сборкам Системы Ну допустим 10-6 там 5 10-6 там 6 И там написано Какие PC части К ним подходят Идеально На опыте Уже людей То есть Сначала Идете туда А потом На форуме Смотрите Для вашей Вообще Подходит Или нет Просто я последний Читал Что там Вплоть до того Что программы Все обновляются Все обновляются Чтобы заработало Во-первых Купить части Которые рекомендованы Тогда заработает Быстро и хорошо И сразу А если Уже на том Что сейчас есть у вас То это могут быть Траблы Какие самые главные Проблемы в этом Это Две Две проблемы Две проблемы Материнка И графическая карта Все То есть Процессоры Сейчас все новые Процессоры Дружат с макинтошами Вообще нормально Есть только проблема Вот именно в чипсете Которые на материнке Соответственно В графической карте Которые заводятся Просто Не проблема Если покупаете Уже Которые уже Рекомендованы Обязательно Вот рекомендую Попробовать Это будет иногда Может быть тяжело Поставить Но если это заведется То у вас будет Реально крутая тема Два года получается На ней сижу И очень счастлив Никогда больше На Windows не сяду Никогда Даже если мне приходится Скрипя сердцем Кое-что делать На винде Потому что например Программа WaveLab Которая мне очень нравится И ее пока Не сломали Самая такая Для меня Это вообще Самая оптимальная Типа Сам Forge Но гораздо лучше Чем Сам Forge Почему? Потому что она держит Мультитрек И вы можете Вешать обработку Без пересчета А просто Не как в самом Forge Обязательно должен Пересчитать дорожку Перед тем Как услышать Там есть только превью И все И процесс Все А в этом нет Ты можешь всегда Подручить Я использую это Для мастеринга Если мне нужен альбом Отмастерить целый альбом Это идеальный выбор Лучшего нету Лучшего нету Почему? Потому что Допустим Создается два трека Ставишь Для мастера Отмастерить целый альбом Вейфлэп Да Вейфлэп Лучшего нет варианта Потому что Если даже в лоджике Это пока он там сосет Пока пересчитает Ну все равно Это чуть дольше А тут ты прям сразу Получаешь доступ Ко всем обработкам Все очень быстро И на лету Естественно Сводить там Не так Хотя некоторые делают Люди Сводить нет Но именно Если делать Мастеринг Да Мастеринг Мастеринг И естественно Если что-то Вырезать Обрезать там Кусочек какой-то Она идеальна Слушай Грюдин А вот ты говоришь Мастеринг Альбом Мастеринг Смотри Я этот трек Заканчиваю Когда Я свел все Я сделаю Мастеринг Отдельно Каждому треку Ну естественно А ты потом еще Какие-то пресеты Ставишь На мастеринг Естественно Потому что Ну например Один трек Сведен Он тише Звучит Другой трек Громче Звучит Третий трек Допустим Просажено Какой-нибудь А какие-то На мастеринг Альбом Плагины Какие PSP И Waves Только PSP И Waves Они друг с другом Если я уже использовал В мастеринге трек PSP Он же не Как звучит? Диссонируется Как звучит? Мне кажется Если два раза Парк Вообще Нормально Все Только зависим На слух То что По приборам Можно конечно Как самолет Вести По приборам Но Мне кажется Что Вот по моему Опыту Иногда Это было Очень просто Просто Иногда Это надо было Трахаться С этим Например Я делаю Буйнову Баскову Виагри Реально Прямо делаю Мне там написано Мастеринг Я Кобзону Один раз На его 70-летие Даже И так далее Реально Там все Написано Ну и что Когда-то Сложно Когда-то Просто Не Не Там же Не то Что с тобой Сидит человек Ты просто Сделал На свой вкус И цвет Как тебе нравится И все Если им нравится Круто Все Тут на уровне Чувств Нету правил Нету правил Никаких То есть эти правила Все Они Вот как люди Там на радио Сидят Они там Критикуют Вот у тебя Там тут Сведено Так Ну и хрен С ним Ну ты сидишь На радио Ты 40-летний Мужик У тебя ребенок А ты получаешь 30 тысяч И что ты сидишь На радио Мне говоришь Что круто Что не круто Ну что Ну в конце Концов Ну что Круто Круто Если ты Получил Какой-то Успех От Или удовольствие От того Что ты делаешь А не Обсуждаешь Как все плохо Вокруг А какая жизнь Не удалась А что ты Сделал Чтобы она Удалась В конце Концов Что ты Сидишь 20 лет Пытаешься Что-то Сделать И не боишься Даже Сделать Шаг В сторону От той Жизни Которой Ты живешь Очень здорово Спасибо Что вышел Ты говоришь Еще Такой вопросик А ты В ближайшее Время Не сделаешь Обучающий Видюшку По Вейфлап Как ты Делаешь Мастер Кальбом По Вейфлап Не сделаю Точно Потому что Я делаю Это только На Маке Да Есть Там Есть Конечно Все Сюда Все Вопросы К этому Сайту Там Есть Конечно Они Есть Все Бесплатно На Этом Сайте Бесплатно Давайте Цитирую Вопросы На которые Костя готова Клить Я хотел бы Перейти От Программного Обеспечения К пиару Если есть По программам Вы задавайте Сейчас Вопросы По пиару Мне интересно Вы пользуетесь Только интернетом А радио Радио Если кто-то Берет Хорошо Как Происходит Происходит На радио Происходит Обычно так Я три года На Нексте На этом Проработал Если человек С улицы Приходит Это Делается Так Да Давай Диск Давай Диск Хорошо Послушаем Вот так Это Делается 90% Случаев Если человек Просто Пришел На радио Это Даже Никто Не Слушает Потому Что У Человека Который Этим Занимается У него И так До Хрена Работа Другой Потому Что Обычно Нет Вариантов Которые Нет Человека Который Только Занимается Присланными Материалами Поэтому Это все Идет В помойку Сразу Даже Не Открывая Конверт Единственный Вариант Это Как-то С радио Приходите Какие-то Личные Контакты Радио Я объясню Почему Она не Нужна Есть Только Три Четыре Станции Которые Могут Будь Нужны Русская Радио Быстров Лав Радио Еще Радио Русская Обязательно Которых Есть Спутниковая Сеть По всей Стране Если Это Локальная Московская Станция Если Тебя Поставили Один Раз Два Раз Это Ничего Не Будет Конкретный Пример Я работал На радио Три Года На Нексте Человек Некст Я работал Как диджей Каждую неделю По одному Два Раза Это Было Три Года Каждую Неделю Без Перерыва Это Хорошая Промо Когда Говорили Каждый Раз Диджей Гринтон Диджей Гринтон Диджей Гринтон Говорилось По радио Ни одного Заказа Ни одного Но Если Промотор Сказал Один Другому Третьему Пятому Десятому Сразу Пошли Заказы То есть Радио Не нужно Вообще То же Самое С песней Если Вашу Песню Поставили Один Раз Два Раза В день Три Раза В день Даже В день Я не говорю Про Вообще Разовые Передачи На которые Обычно Это все Рассчитано Потому что Как таковую На радио Просто В ротацию Попасть Это Довольно Гиблое Дело Эфиры Телепередач Человек Приходит Рассказывает Про какие-то Свои Кулинарные Способности Или еще Какие-то Передачи Званый Ужин Или еще Куча Разных Есть Передачи На которые Приглашают В принципе Артистов Куча Передач Выхлоп Ноль Вообще Нахрен Это Не Нужно Никому Давай Поженимся Там Все Побывали И что Что Дальше Поженились Ами Нет Это Все По Фейк Там Все По Сценарию Но Это Неважно Важно То Что Выхлопа От Этого Ноль Это Ничего Не Нужно Нужно Только То Что Мы Можем Делать Сами Потому Что В Как раз Это Капитал Который Стоит Между Вами И Потребителем Это Не Нужно В данном Случа Нужно Только То Что Сейчас Доступно Интернет Это Все Интернет Это Наше Все Сейчас Это Огромная Есть Огромная Комьюнити Которая Может Вас Поддержать Конечно Там Полно Людей Которые Совершенно Там Но Это Десятый Вопрос Главное Если Песня Пошла На Люди Могут Ее Слушать Всегда Радио Нужно Только Если Это А Это Бесплатно Б Это Если Есть Огромное Количество Ресурсов Фирмы Которые Вам Дают То есть Огромное Количество Ротаций Которые Вам Могут Просто Так Дать Только И Если Это Будет Продолжительное Время Главное Это Как С вами Ну И Сдел Человек Сайт И Думает Ой А почему Ко мне Никто Не Заходит А что Ж Так А что Ж Так У Небед Человек И Все Друзья Мои Да И Что И Что И Куда И Что Ж Я Значит Что Дело Не Так Да Ни Хрена Надо Просто Каждый Каждый Период Времени Туда Что Писать Причем Какой Тонтент Который Будет Интересен Людям И Запомните Еще Очень Важная Вещь Все Люди Эгоисты Тотально Все Люди Эгоисты И Они Будут Слушать Вас И Будут К вам Заходить На сайт Или Будут Ваши Песни Только Если Это Затронет Как-то Их Эмоционально Как-то Вот В этом Есть Фишка Людям Нужны Эмоции Какие-то Это Нельзя Просчитать Никак Нужно Чтобы Это Как-то Затронуло Человек Тогда Это Будет Если Это Произошло Оно Уже Пойдет Поэтому Надо Делать Много Информации Бывают Семейные Обстоятельства Еще Разные Но В принципе Когда Ты Здоров И Можешь Что-то Делать Каждый День Что-то Делать Не По Треку Хотя По Биту Хотя По Тексту Хотя По Строчке Хотя По Куплету Какое-то Количество Это Та Самая Схема Что Работает Произучение Языков Это Правда Как Мне Скал Один Немец Который Сделает Пять Языков Я Уговорю Как 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 Это Он Говорит Чувак Все Очень Просто Час В день На Определенный Язык Все Ничего Больше Не Нужно И Насрать Ты Делаешь Упражнение Или Ты Слушаешь Этот Язык Пытаешься Понять Либо Сидишь Со Словариком Не Важно Что Час В день Все У тебя Будет Через Год Будешь Говорить Все Если Каждый День Без Прерыва Будешь Хотя Бо Как Говорить И Понимать Точно Будешь Хоть Как Три Словом Ты Будешь А Если Тебе Нужно Больше Время Два Года Три Года Результат Он Неотвратим Он Приблизится Он Никуда Не Денется Если В На студии Приходит Группа Которая У них Альбом Мы Альбом Ну И Что Ну И Что Ну Печатают Их 500 Дисков Из 50 Продастся И Все Ну И Что Что Дальше Нет Рецепта Такого Надо Просто Делать Не То Что Альбом А Просто Не Останавливаться На Альбоме Идти Дальше Дальше Много Много Всего И с Каждым Разом Все Будешь Лучше Делать Если Ты Начинаешь Чистого Листа Программа Открылась Чистого Листа Начинаешь У тебя Вообще Паника Иногда Бывает Но Потом Раз Раз А на Следующий Раз 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 Какая То Идея Еще Что То И Техника Нарабатывается 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 Потом На Автомате Раз Раз И Все Более Менее Готово Главное Чтобы Какой Интересный В принципе Контент Ну А Интересный Не Просчитаешь Просто Делать Все Просто Делать Кому То Интересно Одно Кому То Другое И Опять Плюс Большого Количества Информации В том Что Одному Человеку Интересно Про Любовь Другому Интересно Про То Как Кто Куда Пошел Кого Что Сделал Третьему Человеку Интересна Как Жизненная История Другая У Каждого Слышателю Каждого Трека Будет И Если Они Все Разные Это Круто Обязательно Кто Кому Это Понравится Обязательно Нет Вообще Шансов Нет Не Успех Если Реально Нет Шанс Пролететь Естественно Какие-то Треки На которые Вызлагаешь Надежды Додумаешь Это Круто Это Бомба Это Прям Вообще Это Прям Все Это Вот Этот Трек Он Прям Просто Будет Крутой И Он Вообще Никуда Не Пошел Все Три Человека Послушал Ну Значит Три Человека Послушал И Все Это Больше Ничего Не Значит Сделай Следующий Может Трек Который Тебе Кажется Ерундой Может Трек Который Записан За Три Часа Будет Круче Твоей Другой Карьеры Не Просчитаешь Я Ваш Клип Бес По Монгал Прогат Ты Как Вы Сами К ним Подавали Заявку Или Сами Разместиться Мы Просто Послали Им Хорошо Насколько Я Знаю Ты Известен Своих Прогах Тебе Не Не Знаю Я Не Просто На Шару Послали Все Второй Не Повесили Потому Что Не Было Смены Руководства Повесили Какая Разница Потом После Двадцатого Клипа Сами К тебе Придут Все Какая Разница Это Не Важно Не Не Значение Это Не И Что Но Это Не Значение В Конечном Итоге Это Имеет Значение Сейчас Для Твоего Эго Что Тебя Посмотрело Там Но Это Не Значение В Общей Массе Потому Что Если Ты Сделал Двадцать Клипов Они Сами К Тебе Придут И Вариантов Нет Нет Шансов Пролететь Правда Нет Шансов Как С твоей Точке Зрения Выводить Это На Уровень На Такой Чтобы С этого Хоть Какие Деньги Зарабатывать То же Самое Делать Много Материала И Потом Придут К тебе Будут Звонить Промоутеры Клуб Как Деньги Зарабатываются Сейчас На Рэпе Два Пути Это Концерт И Контент Все Продаж Нет Контент Вас Обманут Сто Процентов Контент Это Рингтоны Рингтоны Цифровые Мелодии В основном Это Картинки Заставки В основном Это Рингтон Как Поступают Операторы Мобильной Связи Как Вообще Это Происходит У Лейбла Есть Договор Можно Напрямую Пойти К этой Компании Которая Продает Не Проблема Лейбл Ненужный Последний Ну Компании 7 миллионов Рублей За Одну Песню Лейбл Тон 7 Миллионов Рублей Артист Получил Меньше 10 процентов И Эти 7 Миллионов Это 50 Процентов От Той Прибыли Которую Они Декларируют Они Говорят Что Мы Легально В договоре 50% В себе Говорят Как Хотите Хотите Потому Что У них Ресурс Но Это Тоже Не Имеет Смысла На Поддержки Поэтому Отдавайте Ну Можно Отдать Кого Хуже От Этого Не Будет Но Все Обманут Это Обманут 100% А Концерты Да Вот Это Концерты Это Есть И Концерты Любые Выступления Любые Это Все равно Люди Потянутся Если Есть Куча Клипов К вам Придут Делать Клипы К вам Придут Делать Песни К вам Придут Делать Какие Рекламные Ролики В конце Концов Которые У меня Были И У Все Концерты Конечно Это Самое Прерогативное Должна Быть Самым Приоритетным Заработком Должна Быть В идеале Потому Что Это Минимальное Вложение Времени В Конечном Итоге Хотя Это Знаете Как Спрашивали Кого Как Фильм Как Как Вы Стали Банкротом Сначала Постепенно А Затем Внезапно Вот Так Тут Как Получить Концерты Как Получить Деньги С концертов Сначала Надо Очень Много Постепенно Работать А потом Пойдут Предложения Потому Что Предложения С пустого Места Не пойдут Что Нужно Промоторам Это Прекрасно Понятно Не нужно Чтобы Пришел Народ На тебя Который Купит В баре Что-то И который Придет Народ Хотя Если Ты Записал Одну Песню Десять Песен Да никто Не придет На концерт Кому-то Надо У них Слушатели В регионах Он тоже Может быть Очень Таким Капризным Кто Придет Придут Тогда Когда Есть Сформированная Аудитория В каждом Городе Какой-то Свой Фэн База Также Очень Важно Работать Если Там Приходят Какие-то Контакты Приходят Вопросы Из разных Областей Всегда Отвечать Всегда Работать С Электорат Электорат Это Очень Важная Тема Потому Что Конечно Он Несет Вам Свои Рубли Он Голосует Рублиом За Вас Но Опять Все Убирается В Материал Да Там Есть Грубо Говоря И Пуляют Прямо Берут Всю Свою Аппаратуру Садятся В машину И Едут По России То Есть Грубо Говоря Договариваются У них Там В нескольких Городах Есть Точки Заведения В которых Они Выступали И Они Туда Тупо Едут Просто И Все Там Два Человека Придут Два Три Три Десять Это Не Неоптимально Это Из Пушки По Воробьям Потому Что Если Два Придет Человека Ты Получишь Ничего Понятно В Хороший Клуб Где Много Людей Привез Вопрос В чем Заключается С твоей Точки Зрения Подход Ехать И Самим Организовывать Концерт Или Все Таки Выкладывать И Ждать Пока Тебя Позовут Ждать Пока Тебя Позовут Пока Ты Будешь Востребован Естественно Надо Отобратно И Конечно А Как По Могу Естественно Когда Ты Как То Естественно Турмейнджер Который Как Будет Там Который Может Быть Он Будет Уже Заниматься Обзвоном То Если Тебя Пригласили В Два Города Он Может Позвонить Третий И Спросить А Вот Мы Будем В Этих Двух Городах Не Хотите Лить Но Это Только В Начальной Стадии Потом Я Прекрасно Прошел С Диджейством Я Реально Был Почти Везде Это Работает Так Сначала Кто-то Сказал Одного Города Третий Город Четвертому Сказал Промотор Они Друг Общаются И Все Если В Одном Городе Покатило Третий Четвертый Пятый Они Сами Будут Звонить Иногда Просто Ты Не Вылезаешь Потом Когда Первый Раз Объехал На Следующий Год Тебя Позовут Все Опять В основном Потому Что Люди Они Продолжительное Время Занимаются Организацией Они Позовут Тебя Опять Даже Если Была Неудачная Вечеринка Или Какая-то Была Ситуация Когда Они Прогорели Именно На тебя Они Пришли Все равно Могут Позвать Запросто Это Нормальная Ситуация Ты С Конечно Опоздул Все Но Сейчас Опять Что-то Начинается Ничего Страшного Надо Ждать Потому Что Тогда Ты Устанавливаешь Цены А С Ценообразованием Это Тоже Очень Очень Сложный Вопрос Сколько Просить Сколько Просить В Один День Ты Можешь Стоить 10 Рублей На Следующий День Если У тебя 35 Звонков Ты Стоишь 10 Толларов Только От Этого Цена Образования Только От Этого Если К Тебе Много Звонков Ты Уже Все Ты Чувствуешь Уже Сам Чувствуешь Как Мы Начинали Диджейство За 20 Долларов Работали За Такси Домой За Бухло И Такси Домой За Джентоник В 1999 Году И Все Потом Это Было 300 Долларов 100 Долларов По Москве 300 По Гастролям 2002 2003 2005 По Косарю Все Пошло И Поехало Погнали Все Все 700 По Косарю И Вперед И Все Ты Сам Чувствуешь Говоришь Ну Это Ничего Страшного Никто Никто Ничего Тебе Не Заработать Если Это Клуб Где Там Они Срывают По 400 Тысяч В Ночь Что Это Запросто Даже Запросто По 400 По 500 Тысяч Иногда Даже Ну Миллион Это Уже Конечно Редко Но По 200 400 Тысяч В ночь Могут Сорвать С бара Люди Которые Приглашают Им Наплевайтесь Они Тебе Заплатят 30 40 Тысяч И Оплатят Тебе Дорогу Хорошей Экскурсии Отличный Прием Все Абсолютно Наклевать Тут Очень Такой Вопрос Скользкий Ценообразование Сколько Можно Заработать Можно Конечно Только Надо Сначала Делать А не То Что Я Записал Альбом А где Мои Концерты Значит Нет Смысла Этим Заниматься Раз Нет Концертов Да Нихера Они Не Будет Сразу Вот Еще По Телевидение У Смысл Иногда Выступить Именно Выступить Не Выпретив Шоу И разглагольствовать Про то Какой Крутой Хозяин Дома Или Час Судар Куда Приглашать Не знаю А имеет Смысл Иногда Выступить Там Тоже Беспланов Но Выступить Это Можно Как И себе Это Видео Потом Взять Почему Нет Это Вполне Нормально Но Именно Вот Эти Приглашенные Передачи Нет А Вот Допустим Если Там Допустим Я Проплачиваю 5 тысяч Евро Он Как То Занимается Тем Что У 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 Заниматься Будет Делать Все Возможное По Его Базе Чтобы Это Было Естественно Будет И Стать И Там И Все Будет Это Будет То Если Допустим Он Захочет Засунуть На Муставо Он Едельно Придет И Скажет Слушай Если Хочешь Муставо Да Естественно Он Будет Прорабатывать Все Варианты По Крайне Все Спутниковые Каналы Будут У Ну Если Конечно Это Не Совсем Кондиционный Продукт Который Никуда Не Пойдет Ну Конечно Если Ты Будешь С Голой Жопой Бегать Вокруг Дома То Нихоть Не Возьмем А Если Это Будет Выглядит Нормально То Если Это Будет Нормально То Это Спутниковые Каналы Вот Эти Все Они Берут Бесплатно Бесплатно У нас Крутился Есть Выхлоп Нет Нет Есть Выхлоп Если Он Каждый День Крутится Но Это Опять То Самое Что С Радио Но Один Раз Показали Это Не Двенадцатые Годы Где За Этим Ё Вен Или В черно-белых Записях Все Сейчас Не Двенадцатый Год Сейчас Море Информации Это Никто Не Будет Это Искать Интернете Посмотрят И Довольно Конечно Интернете Понравилось Пересмотрел Записал Отправил Другу Там Все Конечно Так Работает Так Работает Конечно Да Еще Очень Важно Что Когда Кому Это Нравится Люди Сами Могут Предлагать Вам Разные Вещи Делать Бесплатно Кто Предложит Дизайн Сделать Кто Предложит Даже Клип Снять Есть Люди Которые Так Это Предлагают Делать Бесплатно Абсолютно Это Тоже Волне Начинающие Кто Кому Интересно Засветиться Где-то Если Они Видят Что Тебе Потенциал И Нравится Реально Продукт Они Скажут Да Давай Давай Сделай В этом Еще Большой Плюс И Еще И Поэтому Делать Очень Много Разных Продуктов Конечно Это Бесконечный Поток Сведений Бесконечно Боюсь Случайно Зануть Плагинку Лучше Не Показалось Без Помощи Остальные Проекты Я Сижу На Кубике 30 Уже Я Обьюз Устраивает Попробуй Я Боюсь Если Я Попробую Все Мои Проекты Перезводить Это Все Бесконечный Процесс Не 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 Сделал Выложил Нет Почему Нет Если Человеку Какому-то Интересно Он Найдет Когда Ты По Одному Траку Выложишь Ты Выкладываешь На Притяжении Какого-то Времени Люди Замечают Выложишь Единожды Целиком Его Гораздо Меньше Замечают В основном Люди Всех Позиции Нравится С альбома Как правило И Пишку Конечно же Стоит Моя позиция Абсолютно Ненавязан Моя позиция Такая Что Сделал Опубликовал Сделал Опубликовал Так Это Тебя Еще И Больше Альбом Пишите Естественно У нас Да Весь Альбом Просто Очень Много Еще Занимало Видео Процесс И Сейчас Еще В работе У нас Еще Два Клипа Уже На Полуфинальной Стадии И Еще Два Клипа Идеи Которые Уже Есть И Все Надо Прямо Брать И Делать Не Проблема Я Считаю Что Только По Треку Для Меня Тут Нет Уникального Рецепта Но И Пишку Тоже Если Поставишь Если Раз В Возникла мысль Вот я работаю Я зарабатываю деньги Деньги какие-то Которые мне позволяют Жить Что-то Я работаю Но Что Я Оставил Что Я На эти Деньги Купил Машину Хорошо Какую-то Мебель Еще Что-то Хорошо И Что Я Все Просрал Все Они Все Они Исчезли А Время Жизнь Проходит Жизнь Проходит Мимо И Что Ты Оставишь После Себя Грубо Говорю Где Где Это Цель Где Вот То Что Ради Чего Ты Существуешь Ради Чего Ради Чего Ради Того Чтобы Просто Прожрать Эти Деньги И Все И Чтобы Ничего Не Осталось Смысл Какой Ради Того Чтобы Сходить В кино Да Это Круто Естественно Должно Быть Что-то Больше Что-то Больше Какая-то Большая Цель Может Это Как-то Пафосно Звучит Но Для Меня Да Правда Что Больше Чем Просто Просрать Эти Деньги И Поэтому Лучше Я буду Меньше Деньги Получать И Буду Больше Заниматься Тем Что Мне Нравится И Потом Буду С Этого Получать И Еще Очень Отвратительно Очень Надоело Работать На На Какой-то Чужой Проект Я Могу Ограничить Это Время Сделать Половину Коммерческой Работы Без Которой Конечно Я Жить Не Могу Тоже Но Большую Часть И Акцент Сделать На Творческую Работу На Творческое Развитие И Обучение Своё И Еще Какие-то Вещи Которые Позволят Мне Быстрее Добиться Того Уровня Когда Я Смогу Зарабатывать Полностью Только На Творчестве А Честно Это Неактуально Это Не нужно Давайте Посмотрим Клик Смогу 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 Смогу